всем здарова с вами старпер сегодня я представляю вам билд проходящий под кодовым названием говяжий дошик который возможно вы уже видели на моих стримах посоветовал его мне лоли мейнер так что все благодарочки можете отправлять ему лично в моем дискорде ссылочка в описании в первую очередь вам потребуется огнемет чья анимация атаки и вдохновила на название для билда его чертеж выбивается из конспиратора встретить которого можно в недрах тюрьмы на кладбище или в дремлющем храме вторая пушка хорошо известна вам лук хакута чей чертеж выпадает из поверженного каннибала отправляйте за ним часовую башню в первый слот навыков берите турель огнемет ее чертеж находится у шокера из крематория ну и в последний слот экипируйте на паловую гранату чей чертеж выбивается из молота в недрах тюрьмы обязательные аффиксы стандартны где возможно берите бонусный урон по огню не забывайте о заморозке окружающих цель врагов плюс рекомендую обратить внимание на щиты при использовании навыков получить их можно на турели и гранате длятся они всего по полсекунды но при правильных таймингах могут спасти вам жизнь так как билд красный но ничего особо полезного из атакующих мутаций для него в брутальности нет то можно сконцентрироваться на вашей выживаемости традиционно рекомендую высокую кухню чей чертеж выпадает после пятого убийства конъюнктивиуса инстинкт оружейного мастера для ускорения откатов закрыты его чертеж выбивается из копьеносца в королевском замке и например мазохиста чтобы получать меньше урона от пик точеных нужный чертеж лежит в секретной зоне дремлющего храма на футажах вы можете увидеть глоток воздуха это эксперимент и эту мутацию я брать не советую так как работает она в этом билде плохо естественно на боссах высокая кухня не нужна так что поменяйте ее напередушку например мазохиста на мертвое нутро чертеж первой мутации лежит в секретной зоне в самом начале тюремных камер а вторая всегда открыта в последнее время я пробую для себя новый маршрут через ядовитые источные канавы и тюремные башни и он мне нравится больше чем маршрут через недра и крематорий во многом из-за того что в канавах в отличие от тропы обреченных нет этих чертовых протекторов можете попробовать его и вы можете двигаться по старинке дело ваше выбирая между гигантом и хранительницы рекомендую последнюю так как она отъезжает за считанные секунды используйте напалмовую гранату по кд даже если рядом нет врагов напалм делает видимыми секретные проходы в стенах плюс на больших расстояниях покрывает даже невидимых мобов что позволяет обнаруживать их задолго до того как они попытаются сломать вам лицо если не уверены в своих силах на высоких уровнях сложности то играйте более аккуратно заранее выставляя турель и приманивая к ней врагов в отдельных случаях можно даже гомункул впрочем урона у вас будет так много что вряд ли вам это потребуется не забывайте использовать лук хакута это огромный буст к урону вместо лука хакута можно использовать осколок льда в этом случае выставляйте его в первый слот экипировки а атаку обеими пушками назначайте на одну кнопку осколок будет замедлять врагов плюс наносить неплохой урон по облитым напалмом целям очень простой в освоении билд подходящий под любой стиль игры в нем можно лететь вперед разваливая всем кабины налево и направо а можно медленно тошнить тратя на каждую локацию хоть по 15 минут главное это результат виде головы финального босса и говяжий душ и превращает достижение этого результата в легкую прогулку на этом все спасибо что досмотрели до конца в описании к видео есть кучу полезных ссылок не проходите мимо также не забывайте подписываться на мой канал если хотите а с вами был старпер всем счастливого и хороших забегов субтитры сделал DimaTorzok димаTorzok димаTorzok